да реально в этом видосе я за пять минут сделаю портотип юайки google а с помощью своих рук с помощью курсора и с помощью клода 35 sonnet за пять минут реально а потом еще за 10 накидаю функционал perplexity сергей gpt поэтому видос ну больше пяти минут сколько он там минут 20 наверно выйдет потому что будет немного больше функционала и я еще немножко расскажу вам как это делается все своими руками все без какого-либо обмана так что просто садитесь и смотрите это прототип будет делаться на основании tz по факту это prompt ну либо сообщение небольшое которое я отправлю в компоузер компоузер это инструмент внутри айды и курсор который работает конкретно моем случае с лмкой клод 35 sonnet и поэтому тз он напишет нам код рабочего портотипа интерфейса гугла а потом еще и perplexity и search gpt что за тзшка такая тзшка буквально на пару предложений сейчас вы ее увидите и потом вы еще увидите я прошу написать приложение используя python конкретно framework flask используя подходы соли чтобы код немножко был красивенький и прописываю какие должны быть требования две страницы главная страница страница результаты на странице результаты должно показываться определенное количество найденных поисковых ответов на странице главной должна отображаться кнопка search input логотип и должно быть несколько проверок типа на то что input пустой на то что введенное в input значение больше трех символов вот такой простой функционал качестве бэкэнда для search а я буду использовать а пишку тавили очень популярная штука но для того чтобы реализовать функционал search gpt и perplexity я буду использовать anthropic api две пишки одна и дешка одна модель 15 минут готовый прототип крутого продукта погнали открываем курсор открываем папку вот она у меня лежит файлик лога csvg нажимаем control и чтобы вызвать компоузер пишем здесь наш промт давайте еще эту ссылочку на документацию оставим и нажимаем enter мне выбран клод 35 сонет ждем кайфуем от проекта создать того как курсор с сонетом создают архитектуру и проект сразу можно посмотреть что он разбил проект на папки под на модули даже какие-то нет пока без модулей тем не менее попросил его делать все по солиду поэтому тут какие-то папочки есть даже какие-то сервисы он выделил и в принципе все давайте посмотрим что у нас получилось except all закрываем композер и и и и и и вот наш проект не хочу смотреть что за он давайте откроем аппу и спросим как запустить проект потому что я по это не не особо секунд управляем пип-инстал фласк вам рекомендую сделать команду и дальше поэтом апп.пу давайте так и сделаем пип-инстал фласк ну и заинсталилась и пайтон аппу запустилась открываем адрес все же запустился открываем браузер вставляем вуаля да пусть он лога не вставил но тем не менее search query давайте если ничего не введено please enter search query если введено меньше трех символов соответствующая ошибка идти борода пошел поиск сходили на тивали вывели результаты зайдем снова в композер просим чтобы он проверил что дизайн будет google search и и попросим его завязать файл что-то он нам тут пишет какие-то новые темплейты css ник обновляет готова except all закрываем тоже закроем запускаем и смотрим что получилось вау logo все еще не прицепил но зато даже новую кнопку добавил она не работает кнопка все же все также выдает нам наши ошибки давайте введем какой-нибудь youtube not found эти борода тоже видимо какие-то проблемы с работой с опишкой зима рожков ну вот пожалуйста да пусть он не вводит бой много результатов наверняка это какие-то ограничения пишки но тем не менее работает с этим можно работать это можно допиливать давайте попробуем вводить папа попросим его выводить по 100 результатов с разбиением на странице это в композер я же не хочу кот руками писать поэтому сразу в композер отправляем пошел справлять чем-то дописал что-то в аппу добавил пейджинг немножко точнее исправил добавил max result play accept all закрываем запускаем и смотрим что у нас получилось смотрите 10 вариантов на страницу ну-ка пейджинг сработает борода ринки да ну смотрите page 2 сработало привез отлично работает youtube ну видимо не ищет опишка то вилле по дефолту такие короткие запросы давайте сниор software блогер йоу работает и пейджинг есть сколько минут поднял понадобилось 5 отлично давайте теперь это все закоммитаем я люблю ленивые коммиты поэтому я просто ввиду 33 тильды и запушим и посмотрим что все залилось потом вы сможете сами глянуть мои коммиты вот репозитории и да все здесь и смотрите какая красивая коммит сообщение тоже сделано автоматически я им я поставил всего лишь 3 тильды ссылочках оставлю что за инструмент позволяет так делать теперь давайте добавим немножко я и функционала я хочу вместо кнопки i'm feeling lucky видеть кнопку под названием я и search нажатию на которую до вывода всех результатов и будет выводиться саморизированная информация об искомом объекте для этого я буду использовать anthropic api и собственно композер я все еще не хочу писать код поэтому command i разворачиваем композер и закидываем ему новую инструкцию да за что я отдельно люблю все эти штуки с яями за то что они отлично понимают английский даже с ошибками вот моя новая инструкция поменять кнопку добавить при нажатии на нее добавить в результаты первым блоком информацию саморизированную о том что я ищу использовать anthropic api и ключик лежит в environment заодно дам ему ссылку на документацию антропиков скую которая уже проиндексировал и запускаем запускаем и кайфуем пошел переписывать индекс файл что он тут так поменял название кнопки обработчик создал я сервис отлично где будет обращаться к anthropic api кстати по умолчанию выбрал cloud 3.5 sonet молодец задал кастомный промпт роль юзер и промпт звучит как проводит брифли самый баут и квери все абсолютно простая штука а еще системный промпт задал ты ассистент полезный который дает саморизированную информацию класс accept all не будем вообще ничего тестить сразу запускаем импорт антропик бла-бла-бла какая-то ошибка видимо там надо импортировать библиотек антропиков но я аж не хочу сам писать код поэтому тем в композер скармливаем ему пусть сам разбирается вот что он нам предложил пип-инстал антропик пип-инстал requirements тексты но у нас requirements тексты по-моему он не создавал просим композер составить правильный requirements текста просим его добавить все необходимые зависимости так он добавил антропик у нас там не хватало то вели увидел добавили еще раз устанавливаем все зависимости и запускаемся запустились теперь идем в браузер смотрим что у нас получилось кнопка я и search немножко поехали стиле ничего страшного айти борода я и search и не сработало давайте просмотрим что у нас происходит так давайте перейдем в композер и скажем ему чтобы он взял кодовую базу исправил ошибку при нажатии на я и search я не вижу результат блока символизации также кнопка я и search отличается по стилям исправь вот анализирует файлы и пошел справлять исправляясь или справляет резал ты если есть самый то вывести самый море немножко индекс отправил и что он написал убедимся что так хорошо не будем сильно разбираться except и запуск не идти борода я и search все еще не работает давайте попробуем разобраться вот же наша ошибка anthropic object has no attribute message отлично что-то он не так у нас написал в клиенте антропика давайте ему прям в композере это пропишем и вот это может быть связано с устаревшей версией sdk вот он нам переписывает и и сервис просто применяем и перезапускаем наш сервер надо бы кнопочку назад добавить не совсем удобно идти борона и и search так все еще пусто ну кстати свой башку надо просто приложить другую папку давайте свой башку переложим статике и еще раз баузер запускаем обновляем кстати обратите внимание логотип появился так красиво и выглядит наш поиск так ошибка у нас такая что prompt must end with an assistant turn давайте руками добавим у вас позиний все что он будет писать яйка так и close on it is not supported please use messages api instead отлично новая ошибка композер отправляем и он нам амплименте новая пишку и обновляем опять на сантропик ну в конце концов мы можем сами сходить в интернет нам надо сделать пип-инсталл антропик апгрейд ну давайте сделаем он кстати нам там и предлагал это сделать так так и и я и сам ри появилась блин всего лишь надо было сделать пип-инсталл ангуре это то есть по факту мой косяк новая и самаре тут у нас ошибочка очень ли я не имею минфл сам либо вот эти борода то есть мы тут отправляем только эти борода только одно слово одно слово за самаризировать не получается уклода значит ему нужно отправить в том числе результат выдачи от нашего search бэкэнда давайте это сделаем тоже курсор попросим код бэйс при самаризации то тропик сам по себе не умеет гулять поэтому надо информацию передать так давай будем передавать на самаризацию весь ответ от твайли от твайли и вот нам переписывает я сервис что он тут он передает контент в контенте до этого передает весь запрос ну похоже на правду и аппу немножко изменяет хорошо пробуем так все код обновился пробуем запустить айти борода айти борода айти борода я серч и заработала финальный шаг все это дело закидываем в гитхабчик комит и пуш и проверяем что все лежит в нашем гитхабе да вот наш новый комит интегрейте и сервис в оси очень самаризация все готово вот так вот 15 минут и готово и да конечно от надо вычитывать самое главное что я говорю всегда вычитывайте код понятное дело что я вообще не читал что там за код генерится просто мое дело было вам показать что быстро можно нагенерить продуктовый код но вообще его надо вычитывать соответственно времени будет потратиться больше конечно же лм к не сделала все сама более того она не выполнила все пункты из первоначального тз и некоторых этих пунктов пришлось руками доделывать в частности подправить слога в частности прописать реквайрменс текст но вообще в целом если вы не заметили за 15 минут было всего лишь четыре места в которых я вмешался руками это как раз таки исправление лога это добавление реквайрменс текст там я подсказал как его сделать еще я помог дописать промт когда в ошибке было явно указано что с промтом проблемы и клод не мог допереть до этого и я загуглил последнюю ошибку ее исправил но решение этой ошибки оказалось в том что я просто плохо читал то что мне писал клод если бы я читал то что мне написал клод то последних двух пунктов вообще пришлось бы избежать и по факту можно было бы сказать что клод написал все сам конечно же за кулисами остались некоторые вещи например сам видос я естественно нарезал я вырезал моменты про тупо и она вырезал моменты где я медленно набираю но в целом весь процесс разработки клода он показан вырезаны только моменты в которых можно ускориться потому что где-то долго ходят запросы и где-то туплю я если так прикинуть то чистого времени без вырезания было бы ну не пять минут а девять ну в исходнике девять минут на первую часть и по моему 17 минут на вторую часть то есть типа в два раза больше конечно же перед тем как записывать видео я создал репозиторий вид хабе я его скачал склонировал я настроил хуки для того чтобы можно было обрабатывать комит через эти забавные значки тильт но это как бы не относится к написанию кода конечно же я настроил себе чистый environment я использую венф это специальная пайтон библиотека которая позволяет чистенький environment накатывая численно для каждого проекта и исходя из этого конечно вы можете понять что с пайтоном у меня есть опыт но этот опыт реально базовый все что я умею это запускать пайтон код писать там переменные и знаю что такое венф я никогда не писал на пайтоне целиком приложение да чё тут стоить я на го больше приложений своей жизни написал чем на пайтоне ровно на два да на го я писал целых два чат-бота поэтому нельзя сказать что я какой-то пайтон программист действительно клод писал сам а я как нормальный разработчик мог разобраться в том что он пишет и мог даже иногда ошибки разобрать но это нормально когда вы пишете со я ассистентами это вполне себе нормально не просто отдаваясь им на откуп всю работу работать параллельно вместе с ними и даже при всем при этом в сухом остатке клод за пять плюс десять минут чистого времени написал реально работающий прототип google search а вместе с и яйной саморизации я абсолютно точно уверен что каждый смотрящий из вас потратил бы на эту задачу на том языке на котором вы пишете давно больше и даже не в два раза и даже не в три и даже не в четыре да задача несложная но задача на себя требует несколько часов минимум посиди выучу документацию не выучу а почитай посиди пойми как ее имплементировать посиди пиши все эти заплатки заглушки подумай как это все раскидать по файлам короче ну кому он занимает не 15 минут профит тут конкретно есть давайте вспомним прошлое еще полтора года назад мы в принципе и мечтаясь о таком не могли мы ругались на то что код комплишно эти системы делают хреновый а про то что они в принципе могут сами код писать под ключ работающий мы даже не думали год назад я выпускал видос где рассказывал что агентные системы авто ген по моему написал мне змейку худо-бедную змейку такую прям совсем бедненькую и многие уграли с этого типа ну нифига себе результат эти системы научились писать змейки никому не нужно и лучше пани код научились писать сегодня вот спустя мы здесь эти системы пишут небольшие проекты эти системы помогают писать код быстрее на больших проектах но да они не могут писать под ключ enterprise что я тут могу сказать во первых я могу сказать что увидимся через полтора года и посмотрим что эти системы будут уметь делать через полтора года а во вторых камон если они научатся писать enterprise систему под ключ что мы с вами будем на обочине этой цивилизации не будем мы никому нужны Так что в наших же интересах нет Не тормозить развитие этих систем А смотреть, как они развиваются И развиваться вместе с ними В целом я отношусь позитивно к тому Как развивается AI в программировании Позитивно в том плане, что я действительно вижу Насколько он прогрессирует И что сегодня он нормально так может повышать Продуктивность разработчика Уже сегодня Полтора года назад это еще было смутно и непонятно Сегодня это однозначный факт Наличие людей, которые В ютубе, на работе Рассказывают вам, что эти системы Ни на что не угодны Нормально Это нормально, отрицальщики будут всегда Но чем дальше, тем больше Меня улыбает то, что отрицальщики отрицают И по большей части те, кто отрицают Полезности и инструментов Разработки, относятся к двум когортам Первая когорта это люди, которые Занимаются в узкой нише Программированием, например Программирование микроконтроллеров Хотя нет, в программировании микроконтроллеров ЛЛМки уже неплохо варят Я не знаю Я не знаю Компиляторы, например Да и в компиляторах неплохо В общем, какая-нибудь узкая Сфера, в которой прям мало данных Было для обучающей выборки И ЛЛМки просто еще не научились там работать Да, действительно, такие специалисты есть Да, действительно Им будет сложно С ЛЛМками придумать, как Забудить свою продуктивность И они будут плеваться Это одна когорта И этих я понимаю Другая же когорта Это когорта разработчиков Среднестатистических Имеется в виду, которые работают Со среднестатистическими задачами И которые просто Не находят время, чтобы нормально Научиться пользоваться инструментом Разработчики, которым В плечи впихнули, например Какой-нибудь инструмент И они не хотят Пользуются им Не хотят им учиться пользоваться И, естественно, плюются Невозможно научиться работать С курсором За 15 минут И за час невозможно И даже за два невозможно Пять, а то и десять А то и 15 часов С каждым из современных Популярных Крутых инструментов И яйных надо провести В парном программировании Для того, чтобы понять Как этот инструмент Конкретно вам В вашем конкретном проекте Может помочь Никакие 15 минут Вам тут не дадут Вообще никакого понимания Более того Испортят вам Впечатления И будете тоже В этой когорте Плюющихся Ходить и плеваться До тех пор Пока поздно не будет Время надо тратить На то, чтобы учиться Пользоваться инструментами А идеешкой Вы тоже не за 15 минут Научились пользоваться И библиотеками новыми Вы не за 15 минут Учитесь пользоваться Так с какого фига Инструменты Которые достаточно сложные В своей реализации Должны вам за 15 минут Даваться В совершенстве Вы должны понимать Насколько они крутые Через 15 минут Потратьте Блин время В общем В следующем видосе Я постараюсь Его сразу после этого Выпустить Я сделаю такой обзор О том К чему мы пришли За последний год Потому что Последнее свое видео С обзором инструментов Я делал год назад Вот Расскажу вам До чего мы докатились За этот год Расскажу Что под капотом Крутится у курсора И вообще Что такое агентные системы Ну и естественно Расскажу про другие системы Потому что не курсором Едино Кроме курсора Есть как минимум Два или три инструмента Популярных Которые уже Плюс-минус все Знающие разработчики Используют И которые сильно круче Просто менее популярны И может быть где-то Менее удобно Ну а если вы хотите Прокачиваться быстрее Если вы хотите узнавать Об этих инструментах В числе первых Если вы хотите Видеть такие вот видосы Как этот Больше То найти бороде Я конечно выпускать Не буду И пипец как сложно Пилить Ну и у меня есть Отличное место Куда я могу Такой контент Заливать Сто-кратным удовольствием Потому что знаю Что ребята оттуда Будут его Использовать Во благо И он будет им полезен Поэтому присоединяйтесь Клубу Эволюция Кода Там мы Учимся двум простым вещам Мы учимся тому Как повышать Свою продуктивность С помощью инструментов И мы учимся Внедрять AI-библиотеки AI-фреймворки И AI-подходы В наш софт Два простых направления Бустимся И учимся применять Через обучающий контент Через воркшопы Через общение с комьюнити Через новостную Осведомленность В общем Крутейшее место Единое место Где можно Познавать Весь дзен AI Для обычного разработчика Спросите кого угодно Кто уже есть в клубе Я думаю Никто вам не даст соврать Что Оно того стоит Оно стоит Пол вашего обеда В месяц В общем Жду вас в эволюции кода Ну и в следующем видосе Увидимся Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok